В прошлом году мы в мае впервые проводили День Жизни Люба для популяризации нашего городского проекта для пенсионеров. Азат Асикандерович Абзалов, начальник управления культура, пожалуйста, доложите наши планы в этом году. В настоящее время городской проект Жизни Люб продолжает активно развиваться и количество участников постоянно растет. С начала года зафиксированы более 62 тысяч посещений, занятий и мероприятий пенсионерами в рамках данного проекта. Для сравнения, в прошлом году к началу летнего сезона эта цифра составляла 40 тысяч человек. Проект действует на 55 городских площадках, это дома культуры, библиотеки и в летний период наши обновленные парки. В этом году появились новые локации для занятий, это открывшийся ДК в поселке Константиновка и присоединившийся к муниципальной сети учреждений Дворец культуры Железнодорожников. Участники проекта продолжают принимать участие в масштабных городских мероприятиях. Так, к примеру, на новогодние праздники Жизни Любы представили свои театральные способности в городском конкурсе «Народный Дед Мороз», где получили приз зрительских симпатий. 9 мая на площади Тысячелетия из участников занятий направления вокал всех дворцов культуры сформировались сводные хоры, которые выступили в концертной программе. Для участия в республиканском фестивале «Балкэш» также был приглашен сформированный в течение последних двух лет актив Жизни Любов. Казанские пенсионеры вместе с внуками активно участвуют в уникальном для Казани проекте «Общественный огород» в Горкинско-Амитевском лесу. На огороде под руководством опытного Жизни Люба Галимовой Лилии Абдуловны проводятся мастер-классы по посадке и уходу за растениями, где активно участвуют юные поколения и перенимают любовь к земле и природе. В этом году, по пожеланиям участников проекта, мы во второй раз проводим День Казанского Жизни Люба, который состоится 25 мая с 11.00 до 16.00 в парке «Крылья Советов». Этим праздником мы открываем летний сезон для всех участников проекта и желающих присоединиться. Напомню, что прошлый День Казанского Жизни Люба посетило более 6.000 человек. Праздник аккумулирует все направления занятий в рамках клуба для пенсионеров города. Все участники смогут продемонстрировать умения, которые они приобретали в течение года. А зрители имеют возможность познакомиться с разными направлениями занятий, выбрать понравившиеся и вступить в ряды казанских жизнелюбов. В этот день в парке будут работать 9 тематических площадок с различными активностями проекта. Здесь можно будет петь, танцевать, рисовать, на лектории выставки, ярмарке садоводов узнать секреты богатого урожая, читать вместе с городскими библиотеками, сделать селфи в фотозоне, принять участие в конкурсе красоты и просто провести время с пользой на мастер-классах по декоративно-прикладному искусству. В День Жизни Люба каждый желающий сможет познакомиться с танцевальным фитнес-направлением Zumba Gold и энергично провести время под руководством тренеров российского уровня. На площадке «Здоровый образ жизни» будут проходить занятия по общей физической подготовке и йоге. И каждый гость праздника сможет измерить пульс и давление, а также задать интересующие вопросы медицинскому консультанту. Среди жизнелюбов пройдут турниры по настольным играм, шашкам и шахматам. Самые активные жизнелюбы представят свое творчество на главной сцене парка, где также состоится финал городского конкурса красоты и мудрости «Алтынбеке». Участницы золотого возраста представят перед зрителями свои творческие способности и умения в различных видах искусств. В рамках пятичасовой концертной программы будет проведена церемония награждения. Будут отмечены самые активные участники проекта и самые популярные преподаватели. Хочу отметить, что в целом занятия для пенсионеров в городских домах культуры, клубах и библиотеках проводят 85 сотрудников этих учреждений. Вместе с тем, руководителями 33 клубных объединений по интересам являются и сами активные пенсионеры, которые таким образом реализуют свои профессиональные навыки. В их числе стоявшие у истоков проекта Ахонина Лидия Михайловна, преподаватель гимнастики в ДК Сыдгалеева, Глазова Тамара Михайловна, преподаватель ментальной арифметики в культурном центре Московский. И недавно присоединилась к клубу и открылась направление садоводства в ДК «Юность» Илюшина Нина Павловна. В программе празднования для гостей парка подготовлена квест-игра. При прохождении девяти тематических площадок участникам будет вручаться памятный и практичный приз. В День жизнелюба будет организована специальная развлекательная программа и для детей, чтобы пожилые казанцы приходили вместе со своими внуками. Помимо всего прочего, в парке «Крылья Советов» будет организована зона фудкорта. На сегодняшний день проходит активная подготовка к летнему сезону. Проведены анкетные опросы населения, выбраны парки, в которых будут проходить занятия, сформированы расписания. С июня казанские жизнелюбы выходят в самые популярные востребные парки и зеленые пространства Казани. А именно, в Центральный парк культуры и отдыха, в Парк Урицкого, в Крылья Советов, в Сосновая Роща, в Парк поселки Дербышки, в Горкинск-Амитевский лес. Занятия в парках будут проходить еженедельно практически каждый день по всем десяти направлениям. Напомню номер телефона горячей линии, по которому можно узнать расписание занятий сети клуба «Жизнелюб», а также задать интересующие вопросы 236-42-93. С летним расписанием также можно ознакомиться на портале kzn.ru. Уважаемые коллеги, проект «Жизнелюб» дает возможность абсолютно бесплатно развить творческие навыки и получить новые знания, а также общаться с единомышленниками и поддерживать жизненный тонус. Тысячи участников клуба «Жизнелюб» своим примером показывают, что и на пенсии можно вести активную, интересную и полноценную жизнь. Будем рады видеть жителей Казани на занятиях 25 мая в парке «Крылья Советов» на празднование Дня Казанского «Жизнелюба» и всех пенсионеров в наших клубах «Жизнелюб». Спасибо за внимание. Я неоднократно сам встречался с нашими уважаемыми участниками клуба «Жизнелюб». Поражают они своей энергией, своим желанием вести активный образ жизни и своими талантами в том числе. Мы так робко начинали этот проект. Сегодня он уже шагает, расширяет географию, количество участников. Очень важно, что мы прирастаем новыми точками и ДК в Константиновке, и в Юдино, и все учреждения ДК нашего города непосредственно в основных микрорайонах, не только в пригороде. Поэтому будем обязательно поддерживать и продолжать расширять точки, где наши «Жизнелюбы» могли бы встречаться. Очень важно, что там среди них появляются лидеры, которые по натуре свои лидеры, они вокруг себя организовывают все эти движения, единомышленников, собирают людей. И вот организация и возможность бесплатно, абсолютно на бесплатной основе принимать участие в культурной жизни – это наши слова, это дань нашего уважения людям за их труд. Они все пенсионеры, каждый из них трудился и вкладывал свое сердце, свою рабочую биографию в ту, которую Казань мы сегодня видим. Поэтому, коллеги, очень важный проект. Мы его будем поддерживать, продолжать. И я прошу глав и курирующих культуру, заместителей, начальников управления, руководителей учреждения, пожалуйста, всецело поддерживать этот проект. Ребята проявляют мастерство Штурной России. Важно, чтобы наши хозяев чемпионата в составе сборной в августе принять участие. Эти мини-чемпионаты России особенные для того, чтобы... Понятно, что мы их знаем, тем не менее, выходя на школу, обязательно праздничные лидеры. Мы с данных экзаменов воспитывать своих детей всегда еще в пользу, но в классной руководителе пособенности всех. Поэтому большинство экзаменов пройдут без наших учителей, которые принимают участие, организовывают для работы наших самозанятых. Продолжение следует...